да конечно и они но они запевают и они не запевают как люди не нет а если они пьют так они пьют когда они едят они едят и у них есть интервал этим всем руководит инстинкты понимаете а в условиях человеческих эти инстинкты нарушается как у человека у грудного ребенка они присутствуют но естественно родители и общество настолько калечит эти инстинкты что мы становимся уже как бы инвалидами самого начала так вот как то я упоминал каком-то ролике америка страна собак и я хочу сказать почему американцы так любит кошек и сама я вот прохожу смотрю на столбах написано значит 1000 долларов за кошку кто найдет вот такая-то рака это такого цвета и так далее ли собака 2000 долларов 500 долларов 200 долларов вот человек отдает деньги за любимую собаку он тысячу раз подумает чтобы пойти вы там в аптеку и так далее купить для себя какое-то лекарство тоже дорого 500 600 долларов вот это был самобили файл значит и лекарство 500 600 долларов одна баночка там 100 таблеток и еще есть дороже вот он будет еще сто раз думать купить или нет за 200 долларов а за одну прививку за 500 долларов одна прививку сделать собаки или кошки он сразу он сразу отдает эти деньги потому что он чувствует любовь и преданность собак я вот думал почему человек ну как бы не думая отдает деньги за собаку за любовь к собаке а о себе вот так не думаю понимаешь что вот секрет заключается в том собака любит человека божественную любовь вот она если любит если она предана к нему она идет отдает жизнь за человек вот за этот человек платит собаку поэтому это беспрогрешный бизнес в америке ветеринарный бизнес ну как бы я их рассказал это на втором месте просто после человеческого бизнес медицинского согласно безусловно да так вот ну значит в отношении тестов которые я говорил я вспоминаю как санта-барбаре после мексики меня одна соблазнила моя пациентка у него была онколога говорите соблазнила соблазнила уехать до доктором беседует соблазнила уехать куда в мексике в санта-барбару и оказалось я любит ялта очень сильно вот я приезжал для тогда в аэропорту работал это давно было после окончания мединститута из-за стеклянный билет 2 2 бутылки коньяка два-три раза меня возили туда в ялту вот ну я был свой человек я работал в аэропорту и значит проверял летный состав поэтому они меня уважали и то же время зависели от меня и вот представь себе я приехал санта-барбар смотрю такая красота еще красивее чем ялта я там остался они мне сделали большую презентацию вот так который у нас лежал не был кинцер легких им вылечили да и и и вылечили и вот они мне зря там презентации я там остался или прожил семь лет и вот я делал вот эти тесты я вспоминаю одну пациентку и и маяли мучили пять лет с этими диагнозами и вот она и туда туда представляешь сколько времени она потеряла сколько нервов а сколько денег она потеряла вот почти что как вам сказать как сказать поставили в конце концов и этот ярлык она да было время когда люди приходили ко мне ничего не говорили я сам говорил ничего не мне не говорите я сам буду говорить что у вас сейчас происходит ей тоже самое сказал и когда я стал говорить ну 10 минут я и сказал она она просто не могла говорить потому что у нее было шоковое состояние я и за 10 минут сказал то что играла значит стали говорить в течение пяти лет но все пять лет и сказали то все что что они сказали я подтвердил и это было в течение 10 минут у нее было шоковое состояние как это возможно вообще не проходя вот эти дорогостоящие тесты так быстро сказать что творится у человека вот поэтому медицина это не только наука как сказал академик золмана но искусство это искусство как художество как поэзия как музыка да вот есть разные степени таланта есть гениальные которые рождаются раз тысячи лет какой-то заманом музыки эрвис пресли кто-то лучше мог исполнить чем эрвис пресли на тот момент опять же это был культ и сейчас и сейчас многие это эрвис жив как майкл джексон допустим ночью время такое да вот гениальные люди как я говорю раздать раз тысячи лет талантливые люди раз в столь нарны и врачи и вот эти художники поэты и так далее а есть бездарно но если нет таланта человек может сто лет работать и как не было так и не будет понимая я понимаю просто когда-то раньше но мы сейчас уже вступили так скажем философскую сферу но когда-то раньше люди что называется давали клятву гиппократа там были люди которые ездили подвергая себя всяческим опасностям и возможностям получения болезней они ездили в очаги в самые самые центры там и боролись с эпидемиями знаем и холера и таких людей было достаточно много раньше вот поедет ли кто-либо сейчас не знаю сейчас наверное сложно будет найти таких людей но потому что коммерческая медицина вот я говорю врачам которых я знал с кем я учился и так далее я же тоже мог стать богатым человек белый халат был в большой просторный офис авторитет но только меня бы заставляли травить людей химии борис богатство но мы же знаем не измеряется наличием счета в банке настоящее богатство поэтому ты дорогой богат тем что тебя признают люди верят и приходят тебе и пишут очень и очень много благодарных слов я вообще-то говоря дорогие друзья обращаюсь уже к вам я был вообще-то говоря удивлен тому факту что я просматривал количество ну как случайно я на этом не концентрирую сколько людей смотрит там скажем программы которые веду я или там мои помощники не имеет никакого значения центр сангейтс это центр который дает возможность людям получить информацию как она будет применена это уже дело важно не устаю повторять спасение отопающей сделала рук самих отопающих так вот среди всех записей я был очень удивлен я считал там есть один человек который очень популярен и известен в россии но выяснилось что доктор у вайдов оказывается лидер по количеству просмотров и это лишний раз свидетельствует тому что вот те знания и то что он приобрел за долгие долгие годы своего познания врачевания дают свои плоды поэтому поздравляем вас уважаемый доктор с этим во первых я понимаю что это тоже не так сказать не самое главное что вас привлекает народная любовь вот и стоять на броневик протянуть вперед руку и так далее провозглашать но тем не менее тем не менее поэтому кстати у нас время к сожалению подходит уже к концу нашей передачи мы уже в общем то и так зашли я последнее время мы не общались с доктором увайдом в эфире поэтому я позволил себе немножко больше времени отвести на эту программу вот сейчас возможно мы будем пытаться сделать какие-то группы людей которые будут приезжать на ту территорию где сейчас проживает доктор борис увайдов это территорию лос-анджелес там есть минеральные источники недалеко от лос-анджелеса причем очень хорошая обстановка там находится ну и было бы очень неплохо если бы но особенно те кто проживает на нашей территории туда приезжали и так сказать под руководством самого доктора увайдова все вот это и получали вот это то что называется медицинский контроль над своим состоянием я правильно говорю это не то что медицинский контроль я считаю что здесь даже никакой медицины нет это просто любой интеллигентный человек обязан знать элементарные вещи пульс давление рост вес понимаешь вот допустим 170 сантиметров сколько он должен весить от ними сто сто семьдесят от ними сто семьдесят килограмм плюс-минус вот и все для этого нужно мединститут кончать или нет но ответ ответ конечно очевидно и каждый человек должен знать элементарные вещи для того чтобы быть здоровыми процветать вот для особенно для женщин вот допустим у нас заниженный йод в 300 раз значит как выяснилось среди всех цивилизованных людей оказались японцы самые разумные мудрые люди не американцы не европейцы вот они почему потому что нас пишут неправильная информация ложная что надо йод принимать в микрограмм а на самом деле миллиграмм вот японцы принимают где-то 15 миллиграмм ежесуточно а если беременная женщина два раза больше а нас пишет микрограмма а что такое микрограмм один миллиграмм равняется тысячу микрограмм вот и все значит у всех имеется проблемы с эндокринной систем особенно щитовидной железы от нее зависит почему женщина не беремененны и все тысячи больных и тысячи заболевания это пасть сначала пониженная гипофункция щитовидной железы потом идут аутоиммунные гиперфункции и так далее но сначала понижено самого детства и представь себе вот этот недостаток он влияет и на ментальность почему депрессия творчества не хватает вот человек не может расти он не хочет ничего он устает не выпадает волосы у него плохая кожа плохое настроение ну дайте йода дайте больше йода для этого не нужно учиться шесть лет мединституте элементарно где находится давайте подорожать японцы давайте подорожать долго житель абхазии жители ханзы жители волкобамба вот об этом написал знаменитый вот час ученые он тоже сделал революции как залманов это академик друзья запомни его и почитай революционные его книги о том что вот почему не хватает кислотности не хватает йода какую воду надо пить у него все это элементарно написано и очень много не врачи которые следуют его методом сейчас восстанавливать здоровье элементарно но заключение хотел сказать что у меня я делаю еще тест по цветам вот есть разные цвета да и каждый цвет это уровень чак и вот многие говорят о здоровье но если не учитывать биополе человека не учитывать что такое чакры и дисбалансированной чакры то вся эндокринная система будет работать с перебоем а это значит не хватает эстрогенов прогестеронов а это значит и щитовидная железа не будет вырабатывать три этих теста которые нужны помимо йода еще нужно восстанавливать биополе а биополе наше зависит от того вот насколько балансированы вот эти чакры и как их надо очищать и как их надо балансировать ну вот видите все таки нам надо уже заканчивать нашу программу ведь дорогие друзья мы уже подходим тому что совершенно выходит за пределы нашей в прямом переносном смысле дорогой медицины современной медицины почему потому что как-то я помню в беседе с моим хорошим приятелем доктором где официальный доктор который имеет серьезный офис я у него спросил а ты как давай как-то может быть вместе какую-то передачу сделаем чакры он говорит чакры а что за чакры я попытался объяснить она говорит а зачем мне нужны чакры эти я вообще-то говоря медик я доктор а это уже какая-то эзотерика вот эти как а вот доктору вайдерск несмотря на то что он тоже доктор причем доктор и гораздо больше говорит о чакрах вот здесь достаточно серьезный дисбаланс в понимании своей скажем миссии миссия врача все-таки исцелять не зарабатывать деньги на этом бедном пациенте потому что то количество людей которые принимает врач я-то знаю и не понаслышке кстати количество пациентов в день это просто совершенно невероятно как можно уделять в среднем по 2 по 2 минуты на пациента это просто невероятно короче говоря мы об этом поговорим борис я благодарен как всегда за эти очень и очень интересные программы которые несут очень серьезную информацию ну а дело наше дорогие друзья как мы будем применять эту информацию в самом случае передачи у нас записывается если не в видео формате то уж как минимум в аудио формате они выкладываются на ютюбе на фейсбуке вы можете всегда с ними ознакомиться если у вас есть вопросы то ли центру сангейтс который проводит эти передачи меня зовут майкл мелехов или же доктору вайду пожалуйста обращайте оставляйте комментарии что в общем то вы и делаете а потом мы их переадресуем доктору вайду который на них отвечает а борис спасибо большое за эту программу и до новых встреч удачи здоровья удачи всем друзья до новых встреч спасибо до свидания